Так, ну все, да? Начинаем работать. Значит, ну, в силу все-таки природной любви к порядку, потому что у меня математическое образование, я была всю жизнь отличницей, я все-таки пойду по порядку и действительно отнесусь ко всем шести докладам, кроме своего, потому что я считаю, что то, что делал Сергаман Павел Аркадьевич, это тоже доклад. А поскольку, может быть, он нас слушает онлайн или у нас остается же в архиве, то я отнесусь и к его докладу. Вот, поэтому, значит, я попытаюсь, во-первых, действительно пройтись по всем докладам, сказать какие-то свои, ну, замечания, отношения, согласия именно из своей позиции, как-то это все увязывать в картиночку, но с другой стороны попробую-таки удержать вот эту рамку институциональных сдвигов в массовом образовании, потому что называлось институциональные сдвиги в массовом образовании. Поэтому отнесусь к этому, потому что я считаю, что этот вопрос тоже очень хорош тем, что он нам навел резко, знаете, как в бинокле, потому что, ну, действительно, содержательные люди, им все интересно обсуждать, тут за что не уцепишься, и везде можно двигаться. Все-таки тогда вот мы темы придерживаемся. Ну вот, поэтому, значит, первое. Первое вот в отношении к дорогому нашему коллеге Ивану Клашатовичу. Мне очень действительно это важно, потому что я все время как бы соизмеряюсь. И вообще важно, когда ты можешь отталкиваться от доклада или там прикасаться к докладу, когда не все равно. Вот смотрите, я с самого начала, прям для меня это самое принципиальное, то, что он начал и к чему разворачиваться. Значит, вот вопрос. Нужна ли дидактика и кому она нужна? Значит, я продолжаю свою линию, еще раз как бы ее помечу. Вот я считаю, что разговор о дидактике, но для меня это другими словами, я тоже мысль, что Ивану Кашатович проговариваю. Вообще мы можем говорить о дидактике с маленькой буквы и о дидактике с большой буквы. Вот дидактика с маленькой буквы, а для меня в хорошем смысле даже с маленькой буквы дидактика, это не только технология, но это технология, теория и концептуальность, вот то, что я вчера называла принципом. Я соглашусь, что если вопрос, как вот так разворачивать, то это можно и сказать. Но это тогда вопрос как не технологический, а вопрос как культурный, в котором есть и технологический слой, и теоретический слой, и слой, собственно, принципиальный вот такой. Значит, поэтому да, тут вот мы как бы оппозицию тогда нашу исчерпали. Но вот эта дидактика с маленькой буквы, которая удерживает все три слоя, для меня это та дидактика, которая задает основания принципиальной разработки той или иной дидактической системы. Вот очень хорошо, что мы много прочистили уже дидактической, а не образовательной, и задает принципиальные основания для построения. То есть вот действительно как бы момент проектировочный. И тогда этих дидактик бесконечное множество. Если мы выходим на слой российских дидактик, то их мало, поэтому Богуславский у нас историк педагогики такой известный, он в свое время говорил, что мы имеем самую толстую историю педагогики, потому что у нас очень много авторских прецедентов, и самую тонкую историю описания дидактических систем. Потому что, например, ну как бы Сухомлинский работал, школа крутилась, культ матери, все было. Не стало Сухомлинского, осталось девять учеников, которые продолжали работать в его школе. Через два года от школы ничего не осталось, кроме, как, так сказать, названия школы Сухомлинского. Все приезжали, говорили, культ матери. Ну что культ матери? Все мамы поздравляют с 8 марта. Кстати, мы тоже движемся к этому празднику. В чем там изюминка? А почему нельзя ответить на этот вопрос? Потому что Сухомлинский собой работал, и, собственно, до дидактической системы не докрутил. Что было событий на этот культ матери? Или какие принципиальные там были дидактические механизмы? Что по-другому поворачивалось, чем все детские сады, которые мамам делают открытки и так далее? Ну, как бы, если из новых примеров, то же самое не будем говорить со школой самоопределения Тубельского. Ну вот, как бы, все спрашивают, что происходит со школой Тубельского? Все пыжатся и держат. Ну нет маленького Тубельского, другого, который все это в полноте держит. Значит, и вот такой момент. Поэтому вывод, значит, из этого первого момента такой, что маленькая дидактика, которая на всех уровнях отвечает на вопрос, как необходимо для того, чтобы удержать культуру построения целостной дидактической системы. И таких дидактик будет много. И ответ, что не надо в этих маленьких дидактиках действительно находить какую-то одну, которая как страшное, значит, то, что вот в страшном сне может предвидеться Борису Иосифовичу, покроет все остальное. Вот все. Поэтому у нас их мало, в мире их считанное число, и действительно Монте-Сори, Френе, Вальторская школа и так далее мы можем. У нас такие заготовочки в том или ином смысле. Сухомлинский, Макаренко, Шацкий и так далее. Вот все должны, кто интересуется той или иной системой, могут потратить свою жизнь на докрутку ее до дидактической системы. Как, например, есть группа толстовцев, которая восстанавливает сейчас вот эти яснополянские заветы Льва Николаевича, пытается их как бы в современном, значит, мире делать. И все это для меня, смотрите, не имеет прямого отношения к дидактике с большой буквы. Почему? Потому что я вот опираюсь на все споры, которые сегодня уже были. Почему? Потому что вот этот ответ, который говорит, ну, вопрос принципиальный, который задает Алексей Борисович, а вот у нас же появились как дидактические системы, пусть недостроенные, пусть двигаются, Давыдов, который вообще не читал, ну, может быть, и читал, но как бы без, так сказать, звериной серьезности к педагогике, там, не думаю я, что он прям зачитывался книгами Краевского. А тем не менее дидактическую систему построил. Поэтому, смотрите, на уровне маленьких дидактик с маленькой буквы, получается, что может быть даже большая дидактика не нужна, а если нужна, то она кому-то нужна. Вот это очень похоже на систему Станиславского. Система Станиславского говорила о том, как актер драматически должен выращивать себя. А когда задают вопрос, и очень многим актерам ярким, вы прям читали систему Станиславского? Они говорят, да нет, не читали. А каким-то посредственным актерам задают вопрос, они читали систему Станиславского, читали, а актерами не стали. Ну, то есть это какой-то вот такой, кому-то может это поможет, а кому-то нет. Вот, это разговор. Теперь, кому же нужна большая дидактика? Я перехожу с большой буквы. Вот два дня обсуждая, слушая своих друзей, ответы, дискуссии, я выделяю три принципиальные позиции, кому нужна дидактика с большой буквы. Я о дидактике с маленькой буквы больше не говорю. Не потому, что я ее уважаю, а потому, что про дидактики с маленькой буквы можно говорить на педагогике развития, на Монте-Соре конференции, на Вальдорфской конференции, вот там можно их обсуждать. А вот дидактика с большой буквы, кому нужна? Управленцам, экспертам, аналитикам и проектировщикам дидактических систем. Вот есть три категории, кому может быть нужна принципиально большая дидактика. Почему? Потому что дидактика, когда мы обсуждаем, на что она претендует, что она обсуждает, вот когда мы даже пытаемся отделить с вами дидактические вопросы от политических, от управленческих, вокруг чего мы прыгаем. Мы выделяем три категории, с которыми мы все время обсуждаем. Мы обсуждаем категорию принципов, даже по нашим докладам. Принцип вариативности, принцип индивидуализации, принцип стандартизации, мы говорим, у Каменского. Значит, мы работаем с принципами, дальше мы обсуждаем границы, где дидактическое знание переходит в другое. Вот, например, то, что Гена, там, Блинов, мы как бы с одной доски на другую прыгаем, где уркоуправленческая действительность, а где дидактическая, то есть с границами. И дальше мы все время говорим о форматах работы. Вот мы говорим форматы предметные, непредметные, метапредметные, двигаем все время понятие предмета. И вот я говорю, смотрите, управленцам всегда нужны форматы. И когда мы говорим, не управленцы плохие, вот управленцы, пусть они идеологически задали метапредметные результаты, они смотрят и говорят, а в каких форматах могут работать метапредметные результаты, что вы дидакты можете предложить? А дидакты, кроме урока, ничего предложить толком другого не могут. Тогда они говорят, а, так мы метапредметные результаты посадим вам на урок. И изнутри все возмущаются и говорят, как это на уроке проектную деятельность формировать, исследовательскую. А какая другая дидактическая единица? Все говорят, надо больше свободы, чтобы проектировать, надо вокруг школы ходить, надо там какие-нибудь проекты другие делать. Но дидактически-то это не схвачено. Вот у Каменского схвачено дидактически. Урок это единица, она должна быть такая, такая, такие уроки. Мы делим типа уроков, время уроков. А какая дидактическая единица схватывает, если вы хотите метапредметный результат, проектную или исследовательскую деятельность? Это что должно быть? Каких формах, когда, чего, как? Вот и поскольку, если дидакты здесь не доработали, то какая есть у управленцев возможность? Ну, они сажают на то, что есть. Извините, другому ничего нет. Теперь смотрите, экспертам-аналитикам зачем нужна дидактика с большой буквы? Потому что эксперты-аналитики работают с границами. И вот когда мы говорим, что умный управленец должен смотреть результаты экспертов-аналитиков, почему он должен смотреть? Потому что эксперты-аналитики границы держат. Они говорят, классно урочная система, как любая система, имеет свои границы. И вы не можете развернуть новое содержание вот в этих границах, потому что не знают, уже будет вред здоровью. Вот. Или там, соответственно, то есть весь разговор экспертов-аналитиков, он все время идет к указанию границ. Вот здесь вы можете перешагнуть культурную форму. Здесь вы можете нанести вред. Здесь у вас будет повышенная тревожность у педагогического коллектива и выгорание. И весь разговор вот здесь. И, наконец, зачем это нужно проектировщикам и дидактам? Я немножко говорила, потому что здесь принципы. Вот проектировщики дидактических систем, они могут обращаться к большой дидактике, потому что они могут в истории посмотреть, какие были принципы, и относительно этих принципов, какие дидактические системы были построены, чтобы не изобретать велосипед. И понимать, что если ты... Вот мы сейчас говорили про Слободчиков. Ведь это кажется, что ты можешь что угодно. Слободчиков сделал один шаг, ну, к такой, как бы... Не знаю, как назвать сейчас. Ну, короче, сделал такой шаг, застолбил себе. И куда он попал? Он попал в религиозную философию. Он стал научным руководителем Свято-Тихоновского монастыря. Ну, в смысле, вот этого, как бы сейчас, учебного колледжа. И это же не случайно. Потому что если ты делаешь сдвиг к какому-то принципу, тебя выносят. Точно так же, как я всем говорю, почему индивидуализация не может быть сейчас ни в каком государственном учреждении? Ну, в прямую сказать. Потому что ты взял индивидуализацию. Ты многого, как бы, не требовал. Ты хочешь, чтобы у тебя каждый ребенок индивидуально двигался. Все, ты через такт попал в антропологический подход, из которого ты не выберешься. Потому что ты должен по-другому на ЕГЭ посмотреть, на динамику, на детей, на ребенка, который в балетном училище, который говорит, ну, не нужна мне математика с физикой. Если бы ты был в культурологическом подходе, ты бы сказал, так, ты, Советовая Россия, нужна. Тебе сказали. А если ты в антропологическом подход, ты действительно понимаешь, что не нужна. Моя дочь, когда пошла в художественное училище, она урал, ура, у меня теперь не будет математики. Я говорю, совесть есть, у тебя мать учительница математики. А она художница была. И она как бы прекрасно процветает во всех отношениях. В первую очередь в финансовом, понимаешь, кроме, значит, матери, которая с красным дипломом вот тут-вот процветает. Ну вот, значит, соответственно, ну, это так уже апропор. Значит, соответственно, смотрите, что мы говорим. Значит, есть форматы, границы, принципы. И это ответ, сейчас я отвечаю Ману Кашотовичу. Значит, это как бы я ловлю его вопрос и отвечаю, что это моя версия, где нужна дидактика, и, соответственно, где напряжение, именно развитие дидактического знания, где Д с большой буквы. Понятно, да? Про маленькие дидактики я сказала, они развиваются внутри дидактических систем. Но тогда на седьмой конференции, я честно уважаю каждого из вас, кто сидит в зале, хочу сказать, поэтому дидактическая конференция у нас. И на седьмой конференции вы должны четко, это как бы вопрос КПК, вы должны понять, ну и будет всегда у нас разговор на троих и четверых, если в зале будут сидеть учителя, самые лучшие. Потому что если дидактическая конференция, вот на эти целевые аудитории, то кто должны здесь сидеть? Тут должны сидеть все управленцы, например, все директора школы, замдиректора. Потому что здесь они должны, вы им такой вопрос не поставите, потому что когда вы с ними работаете, то у вас есть в ГОС требования, а вот здесь они сидят все поименно, каждый директор с двумя замдиректорами, и выясняется, что они как директора, оказывается, могут в разных подходах работать. И даже в рамках государственной школы они могут на разные делать ставки. Дальше должны сидеть эксперты и аналитики, которые должны быть собраны. И вот в этом плане мы с Алексеем обвернулись. Вот сюда претендовал Фрумин, когда в высшей школе экономики стал проводить еженедельные экспертные семинары. Потому что разные эксперты из разных подходов будут кричать, так это можно, это нельзя, здесь нельзя, а у вас, и у нас пойдет вот здесь разборка того, как в разных подходах есть границы. Вот то, что у нас вчера возникло стихийно, принцип наглядности, все-таки он вредный или не вредный, а смотри, а где? Принцип наглядности в классической школе очень полезный. А принцип наглядности, если его не переинтерпретировать, как принцип схемы, очень вредный для развивающего обучения, и так далее, и тому подобное. И у вас каждый принцип начнет играть в разных детоксических системах. И, наконец, это должен быть узкий семинар, действительно, я опять согласна с Алексеем, но мы как бы так с ним давно работаем, мы друг друга слышим хорошо, это должен быть какой-то очень серьезный семинар в рамках страны тех, кто, несмотря, так сказать, на все усилия нашего государства и министерства, тем не менее продолжает себя мыслить проектировщиком каких-то новых дидактических систем. Вот тогда они должны собираться и по гамбургскому счету говорить, ты вот уже инновационная школа 10 лет, у тебя замах-то какой, что ты новое-то делаешь? Ну, потому что многие имеют статус там федеральной экспериментальной площадки или федеральной инновационной площадки, а на самом деле там ничего, как бы там ремонт такой делается, как бы красится потолки, ну, я образно говорю, понятно, да? А на что вы как бы замах-то делаете? Ну, смотрите, ну, это не для учителей самых лучших, хороших, а это конкретные три, и это вопрос для нас всех, как организаторов конференций. А если мы делаем конференции для всех, то опять, это уже не рабочие конференции, а это такие, знаете, популяризаторские вещи. Вот я выхожу, говорю, вот мы хотим делать такую новую систему, как тьютерскую модель, вот мы думаем над ней 10 лет, и вот я рассказываю, что мы напридумывали. Вы вопросы задаете на понимание, знаете, такое общество знания в новом формате. Ну вот. А иначе, да, иначе вы не втягиваетесь, потому что если у вас нет позиции, нет претензий на то, что вы новую систему делаете, то все, а что вам втягиваться? Вы сидите, слушаете нас, и, кстати, свой кайф какой-то получаете. Ну, по крайней мере, остались же на второй день. Ну, да, сюда прям вопрос. Ну, давай. Давай. Мне кажется, что есть еще одна четвертая позиция, которая, может быть, не такая масштабная, как разработчики новых систем, а это именно разработчики методических материалов, разработчики методик и прочих. Нет, 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 подожди, вот не втягиваясь в разговор, это другое. Разработчики методических материалов, они уже должны разговаривать с проектировщиками дидактических систем. Вот там они уже должны быть. Или они должны, знаете, как мне очень нравилось, физтехи. Вот физтехи было такое. Приглашали первокурсников в физтехи. А физтехи, значит, наш институт, все знают, особенно кто в Москве там близко, что у нас был такой особый странный институт. Все есть МИФИ и Бауманской, вы все слышали. И был такой особый институт, он и сейчас есть над Долгобродом, физтех. И все говорили, а чем вы такие особенные? Они говорят, они все, МИФИ мои, мы там все, они готовят высококлассных инженеров, а мы готовим исследователей в области физики. И вот в чем вот эта позиция была автономных исследователей? Они их сразу в международные масштабные проекты в советское время вставляли. Сидели первокурсники, они слова не могли задать. Кто ты такой, что ты будешь ЙОФА там или Ландау что-то задавать? Но когда ЙОФА и Ландау выходили из аудитории, то оставался аспирант, который начинал с этими первокурсниками уже обсуждать, что обсуждали те великие. Так вот тогда методисты, развивающих систему, если они сюда попадают, они могут не понимать какие-то контексты, они сидят и молчат. А потом методисты, например, в Альдорской школе уже выясняют, что это такое для методических пособий в Альдорской школе. Вот, это важный момент. Все, значит, это я ответила Ману Кашутовичу, как моя версия. Так, теперь дальше. Надо за временем, а то я сейчас тут быстрее, это просто первый момент. Так, теперь дальше, про Алексея Борисовича Воронцова. Да, значит, ну вот действительно, логика моя такая, ну многое уже развернулось, очень похоже. Что бы я сказала? Вот смотрите, я считаю, что вопрос, зачем нужна наука, или какая-то область науки, он вообще некорректен изначально. И в этом смысле я отношусь ко вчерашнему докладу, как его ни ставь. Вот не может управление сказать, что мне дает ваша дидактика. И я объясню почему. Потому что, если мы опять обсуждаем вообще научное знание, то смотрите, научное знание в своей претензии, я вам сейчас как бы говорю, откуда я говорю, из философского контекста говорю. Наука. Наука, это вообще разработка и приобретение человечеством нового знания. И ответить на вопрос, а зачем нам ваше новое знание? Невозможно. Это один из видов культурной деятельности. Вот человечество есть, и есть наука. Поэтому, когда Циолковский, например, все считали, что он городской сумасшедший, а он рисовал ракеты. Он кому мог объяснить, зачем его ракеты? Но сейчас мы до сих пор паразитируем на этих рисунках Циолковского. Дальше я вам скажу, Гумилев, который сын Ахматовой, в тюрьме сидел и в это время писал теорию антропотока. Кому нужна была его теория? Поэтому я хочу сказать, что когда мы обсуждаем именно изнутри науки, то наука, она вовлекает в себя такой тип людей, которые не зачем, а которые именно ценностно, это такое ценностное определение, вот им почему-то это интересно. Помните, как у Райкина, и тема очень интересная, что-то там в носу, вот ему интересно что-то там в носу, и он, значит, продвигает эту тему. Поэтому я вообще этот вопрос не понимаю, зачем это нужна ваша дидактика. Поэтому, что я хочу сказать, в культурном смысле пока остаются 4-5 человек, ненормальных, допустим, для всего остального сообщества, которым интересны дидактические именно вопросы. А почему такой принцип стал ведущим? А почему этот принцип вот в таком формате работает? То эти 4-5 человек, даже сидя в разных странах по скайпу, обсуждают, и живет дидактика. Вот когда натурально не остается ни одного такого человека, то и научная область знания, как бы так сказать, погибает. Вот и все. Но, с другой стороны, очень интересно, вот тут говорят, что рукописи не горят. И вы знаете, я была в том году в Гамбурге, ой, в этом самом, в Марбурге, очень интересно, Марбургский университет, вспоминаем, это один из ведущих университетов Европы, там у нас получал образование ломоносов, и мы, значит, там есть тьютеры, я же везде по всему миру тьютеров собираю. И мы, значит, там в дискуссии вечерние обсуждаем, как живет Марбургский университет, чем интересуются студенты, они мне говорят, вы представляете, какой у нас сейчас самый массовый спецкурс? Я говорю, какой? Он говорит, ранние работы Маркса, но все, ничего не горит. Как только сейчас вся Европа погрузилась в рыночные отношения, как только Германия все время задает вопрос, до каких пор мы будем кормить эту, значит, Грецию, что возникает? Маркса, что единственное канал, так сказать, где мы можем преодолеть вот это неравенство изначально, что я родилась в семье дворника, а кто-то в семье короля, мы можем за счет чего сделать? За счет социального какого-то другого обустройства. И что читают сейчас юные 21 веке студенты Марбурга, очень большой конкурс туда, они опять читают Маркса. Поэтому я вам хочу что сказать, что если даже все в ряд встанут и скажут, дидактика не нужна, все равно родится такой Воронцов и такой Блинов, и они будут обсуждать, понимаете? Дидактический вопрос. Да. Так. А для меня это дидакт с большой буквы, конечно. Да. Дидакт с большой буквы. Сказать нужно. Да, ну давайте. Я кого-то зацеплю. Нет, нет, просто чтобы народ понимал. Да. Я просто вчера по поводу этому после своего доклада сказал, вы, наверное, прослушали. Я это сделал для игры с позиции управленца. А. Вот была ситуация. И вы сейчас подтвердили, что вот если управленец вот это не понимает, то ему, вот в том-то и дело, что все сейчас вещи, которые идут от министерства и так далее, они без дидактики. А, они не управленческие в этом плане. А, потому что нас нет. Дидактика не заявила свою позицию вот того, что вы говорите. И поэтому она не нужна. Вот в каком контексте. Хорошо. Извините, они все. Услышала. Ну все, тогда скорректировали. То есть позиция была игровая, она как раз говорит, что дидактика не показала свою субъектность. Вот в этом смысле. Ну, хорошо, да. Я же как бы... Ладно, хорошо. Так, теперь, значит, следующее. Вот то, что Лариса Ивановна вчера говорила и сегодня. Ну, мы про это уже говорили. Мы про это уже говорили. Я просто еще раз хочу сказать. Вот смотрите. Когда мы выходим на уровень больших задач, больших задач, то ситуация, вот эта идея разделения труда, все сейчас смеются, потому что, конечно, Щедровицкий, он покрыл сейчас всех идей разделения труда. Но любой ученый, который про что-то начинает думать, исследователь, он, естественно, это все. И поэтому мне очень понравилось, что как близкие друзья Щедровицкого самоопределяются. Ну, потому что как? Так, у любой идеи есть ограничения. Если ты идеей все объясняешь, то это становится уже, ну, как сказать, анекдотом. И поэтому мне понравилось, как княгиня в каком-то разговоре, он сказал, да, Петя, все кругом разделение труда. Вот смотри, Луна и Солнце договорились, Луна ночью, Солнце днем, понимаешь, тоже разделение труда. Ну, то есть понятно, что мы можем про все вот сказать, как разделение труда. Но в чем замечательность этой идеи относительно образования? Вот смотрите, если мы выходим на уровень действительно серьезных задач, которые не берутся функционально. Ну, вот как бы чиновники сели, подумали и сказали, эта школа будет это делать, тут повышение квалификации, тут методистов подключим. Вот если такие задачи, то тогда действительно получается возможность даже в не очень демократической обстановке сохранять внутреннюю демократизацию в профессиональной сфере. Вот понимаете, как здорово? И так было, вот я что хочу сказать, в советское время, например, были же отдельные отрасли атомной промышленности, энергетики. Вот у меня папа был в министерстве энергетики и занимал достаточно такую важную позицию. И, ну, вот я как бы сейчас, понятно, что тогда я в 14 лет ничего не понимала, но я имею в виду, вот сейчас я уже думаю, что некоторые профессиональные области, где был высокий уровень вот такой внутренней, ну, как бы, да, распределенности, рефлексии, они смогли это сделать. Вот, например, так, если в наше время сказать, живут адвокаты. Вот я как бы сейчас очень, ну, так тоже занималась, ну, потому что мы же профессиональную ассоциацию тьютерскую строим, и я залезла, думаю, а какие у нас сильные профессиональные ассоциации вообще в стране есть? И вот адвокаты, смотрите, ведь никто же не учил на адвоката. Адвокаты это были юристы. Они придумали свой стандарт, свои нормы, и тогда юристы могли, грубо говоря, пройти корпоративную переподготовку, чтобы стать адвокатами. Дальше, в чем у них сложность норм, как бы серьезность норм, ну, просто кто-то знает, кто-то нет. Что, например, если адвокат неправильно принял решение, ну, как бы, для них очень важно независимо, он кому-то подыграл, и люди обратились к коллегии адвокатов, а каждый уважающийся адвокат какой-то коллегии принадлежит, обратились в коллегию, то вот что мне говорят, московская коллегия адвокатов, мы, говорит, даже не разбираемся, люди обратились к нам и говорят, что вот у нас адвокат там некорректно себя повел, все, мы говорим, во сколько вы свой моральный ущерб оцениваете? В 10 тысяч евро оцениваем. Нет вопросов, они платят 10 тысяч евро, но это коллегия должна быть такая. А дальше, за закрытыми дверями, они разбираются с этим адвокатом Пупкиным, уже по своим нормам разбираются, в чем там была проблема, как ты сделал, какой шаг, экспертное сообщество, и если выясняется, что действительно он не докрутил или некорректен был, то вечером вам по всему интернету на всей России будет написано, что Пупкин, как адвокат, совершил вообще недостойное действие, и мы, как коллеги адвокатов, отказываем ему. Все, и этот Пупкин вам больше на территории России никуда не устроится адвокатом, и жизнь свою до конца доведет страховым агентом. Что может быть неплохо, но это уже другой будет разворот. И вот смотрите, почему я вам подробно это говорю, потому что для меня вот на этом докладе, конечно, я сейчас как бы ну так сильно туда Ларису Ивановну продвигаю, но если бы раз повышение квалификации Красноярская, вот я тоже думаю, зачем Красноярскому институту повышения квалификации, это же огромная организационная работа, 7 лет, я вчера тост такой сказала, 7 лет им делать дидактические конференции. Я понимаю, если бы они делали конференции работников повышения квалификации, там, наши перспективы переподготовки там в нашей стране, это было понятно, а они как бы залезают в другой цех, но в этом смысле, если они залезают в другой цех дидактики, то у вас есть возможность сделать вообще действительно сильную, ну что ли, сильную такую продвижку. Вот на материале именно повышения квалификации, и я рада, что ты себя к этому цеху причисляешь, разыграть ситуацию, как действительно коллективно распределенная деятельность, потому что про нее уже ничего не понятно. В этой коллективно распределенной деятельности, действительно, какой уровень уже должен быть рефлексивности, какие туда индивидуалы входят вообще, или индивидуи, я уж не знаю, какая индивидуальность, индивидность, ну вот так сказать, кто там пребывает, как там вообще в этой коллективно распределенной деятельности рефлексии коллективные происходят, как они места занимают, но если взять какую-то задачу, ну честно, большую, ну на которую претендует регион, Не знаю, сделать Сибирский федеральный университет университетом топ-100, или построить работу с одаренными детьми, или как-то вообще сделать продвижку в инклюзивном образовании, или понять, что такое переподготовка в 21 веке. Ну какая-то действительно масштабная задача в рамках страны. И отыграть эту ситуацию, то это, конечно, было бы классно. Ну, на всех уровнях было бы классно, и на социальном, потому что к вам бы потянулись все, так сказать, понять, про что это. Но главное, что вам самим было бы интересно, даже если вы не добежите, называется, не добегу, хоть согреюсь. Вам самим интересно будет. И вот мы сейчас обменялись. Прям вот видно, смотрите, видна энергетика в ваших конференциях. Я же езжу и туда, и туда. Татьяна Михайловна, еще два докладчика, а время минус 10. Да, ну все, ладно. Ну потому что, видите, а где мы еще по это самое, мы же уже дальше. Да, для института это же, я, понимаете, дело же не в том, чтобы много говорить, а я же институту как бы вот хочется. Ладно, все, теперь уже. Так, значит, это вот я три на самом деле сказала. Три. Три я сказала. Так, теперь быстро Сергаманову, про которого у меня не так душа болит. Ну как бы я ему в Москве еще скажу. Значит, к нему у меня один вопрос. Значит, Павел Аркадьевич, когда вы перечисляли 10 пунктов, то действительно я вижу, что это 10 пунктов технического работника, который сидит в Министерстве образования. Они ему сказали, что вот это надо делать, и он это все выстроил. Но если мы теперь в рамках конференции, а на конференции уже не чиновники, а как бы мы все на равных, то, относясь к названию конференции, институциональные сдвиги, первый вопрос, чтобы я серьезно относилась к этому перечню, вы мне должны сказать, почему все эти 10 пунктов, которые вам заданы в Министерстве, мы считаем институциональными формами. Да, почему должны мы считать и относиться к этому? Например, рассказываю. Потому что, опять же, из культурного пространства что такое институт? Институт это культурная самовоспроизводящаяся форма. Поэтому что мы говорим? Вот мы школу, например, описали как культурную форму, и она воспроизводится. И самовоспроизводится в каком смысле? Что регион только населяется, и там появляется школа. То есть мы понимаем, что это самовоспроизводится. И институт, кстати, очень трудно закрыть. Вы можете конкретную школу закрыть, она у вас в другом месте появится. С этой точки зрения, я не буду ко всем 10 пунктам относиться, времени мало. Ну, например, рост зарплат. Кто сказал вообще, что рост зарплат – это культурная самовоспроизводящая форма? Это было бы неплохо, конечно. Да, но во-первых, надо обосновать, потому что тут есть очень много противников, которые говорят, что рост зарплат – это никакая не культурная форма, потому что люди привыкают к этой зарплате, через неделю они перестают к ней относиться как к повышенной, и все начинается точно так же. Кто работал – работает, кто не работал – не работает. С этой точки зрения рост зарплат в данный конкретный момент – это чисто политическая задача – успокоить народ, чтобы не выходили на демонстрацию и так далее. Значит, второе – создание новых мест в дошкольном образовании. Если это культурная форма, и мы все время должны там как-то с этим работать, не знаю, наличие новых мест все время что-то делать. Если это ситуация того, что мы ликвидируем последствия непродуманного политического шага, когда мы все вначале дошкольные учреждения закрыли, теперь мы открываем. Короче, вот к этому списку очень большие претензии с точки зрения того, что это сделано не для планерки в Министерстве образования, а для обсуждения на седьмой конференции про институциональные сдвиги. Я коротко же отнеслась, правильно? Ну, если короче, то получается жестче, тут уже смотрите, если медленнее, то получается мягче. К Борису Иосифовичу. Кратко или подольше? А значит, кратко, и поэтому жестко. Значит, смотрите, Борис Иосифович. Борис Иосифович нам продемонстрировал с вами, как психологи, а поскольку он и психолог, а с другой стороны юрист, поэтому получается и хитро, и незаметно, он совершил подмену понятия. Относимся к названию конференции. Там написано массовое образование. В какой момент мы вдруг взяли понятие массовая школа и стали обсуждать массовая школа, не массовая школа, что вы, Воронцов, имели под видом массовой школы? Значит, здесь я, как такой вредный человек, хочу сказать, друзья мои, на конференциях научных, а у нас научно-методическая конференция, мы не можем подменять понятия. Это еще целая история, вообще применяем ли мы термин массовая школа. Вот я говорю, принципиально не применяю. Массовое образование, действительно, это образование для всех. Когда Каменский сказал научить всех, всему, он на нас как бы положил принцип массового образования. А массовая школа, я считаю, ну это то, что вот научным сообществом называют симулякор. Никогда не было массовой школы, никогда. Как только до нашей эры появлялся намек на что-то, например, там всех обучают чему-то, тут же появлялась группа, которая хотела, элитная группа для своих детей делать что-то другое. Начиная с прецедентов Платоновской академии, сократовских диалогов. Что, Сократ, вы думаете, со всеми греками гулял? Он с особыми греками гулял. И не со всеми. И так далее, и тому подобное. Поэтому и кусал, я думаю, Сократ тоже не всех. С двумя, с двумя гулял-то, правильно? Гулял с двумя, а ему этого хватило. Вот. И, кстати, да. Да, вот надо знать, с кем гулять просто, чтобы потом Аристотель, Платон и Сократы. А так гуляешь всю жизнь, потом выясняется не в коне корм. Значит, соответственно, вот. Поэтому я хочу сказать, что вот эта массовая школа, даже не надо ее обсуждать. Никогда не было массовых школ. Но, друзья мои, в самом маленьком закудалом городке, где есть три школы, у вас будет одна школа элитная, потому что она была языковая, там, допустим, другая школа, еще какая-то, третья еще какая-то. Ну, все. Поэтому вот. Значит, пошло быстрей. Так. Значит, с Геной. Ну, мы, мне кажется, очень хорошо его доклад обсуждали. Значит, тот момент какой. Вот момент, и мне, ну, вот Алексей Борисович как раз своим вопросом снял многие вещи. Вот действительно, трудно было понять содержание Гениного доклада глубоко, поскольку не было разведено понятия дидактических систем и образовательных систем. Вот это действительно. И мы все время кто на одной рамке, кто на другой. Теперь, когда это разведение положено, что можно сказать? Теперь очень интересно обсуждать границы взаимодействия. Вот что может дидактическая система по отношению к управленческому контексту? Вот что она может? Я вам скажу, она может все, если у вас культурная, социальная ситуация. Например, рассказываю, Вальдорфская школа в дидактическом описании говорит о том, что там не должно быть директора школы. Как это? Как эта школа работает, когда там нет директора? А поскольку Вальдорфская школа – это общинная школа, и там очень важно, чтобы попечительский совет включал всех взрослых в школы, и родителей, и детей, ой, ну там старшеклассников, родителей, и те, кто работает в школе, то у них есть такое понятие Вальдорфского совета. И этот совет выбирает директора на неделю. Представьте себе, на неделю. Через неделю меняется. У них дежурный директор. Теперь, когда мы находимся в социокультурной ситуации нашей страны, представьте на секундочку, да у нас директора ты выбрал, он за неделю только понял, где он. Он только начал вообще понимать, на какие надо реагировать распоряжения, на какие нет. А через неделю вы меняете директора. У нас это нереально. Поэтому сколько бы у нас дидактически не доказывалось вам, что в Вальдорфской школе директор меняется каждую неделю, вальдорфские школы в нашей стране этого делать не могут. Поэтому у нас был то ли пинский директор школы, который, понимая все это, делал очень демократическую управленческую ситуацию внутри. Поэтому вот очень интересно, дидактическая система должна разрабатывать требования к оргуправленческой действительности, но поскольку оргуправленческая действительность политическая, то политическая действительность всегда может, грубо говоря, плевать на требования дидактической системы, если вы находитесь в не очень, как сказать, оккультуренном пространстве. Я мягко сказала. Ну вот, значит, соответственно, теперь вопрос дальше. А орг управленческая действительность может влиять на дидактическую систему? И такие примеры есть. Поскольку мы европейские цивилизованные люди, то хотя бы нас в любом случае не лишат примеров европейских, даже если запретят ездить. Значит, поэтому смотрите, пожалуйста, Голландия. Маленькая Голландия. Самая низкая рождаемость по европейским странам. Люди волнуются. 10 лет, все время отрицательная рождаемость. Что они делают? Они собираются Министерством образования Голландии и просят проинвентаризировать образовательные системы европейские. И выясняется, что система Монте-Сори дает самый большой показатель IQ. Мы можем по-разному к нему относиться, но с ним все-таки работают. Вот дети, которые в Монте-Сори до 12 лет, самый высокий IQ. И оно решает управлением образования Голландии перевести все школы как школа Монте-Сори. И мы реально своими глазами видим, как альтернативная, дорогущая система становится государственной. И если вы сейчас приедете в Голландию, то неважно, откуда вы приехали, ваши дети пойдут в школу Монте-Сори. Вот это шаг корок управленческий по отношению к дидактической системе. Кстати, я считаю, что когда у нас Василий Васильевич делал этот шаг, то тоже все понимали, ну не была бы никогда система развивающего обучения Эль Конина-Давыдова государственно признана. Но это был Василий Васильевич. И вот это личность человека в истории. Но Василий Васильевич, Леша-то не забудет, он до конца жизни, мы когда вместе ездили, он все время говорил, ребят, я, честно говоря, не знаю, правильно ли я тогда сделал или нет. Или когда я начала договариваться в министерских кабинетах, может, в этот момент я начал хоронить систему развивающего обучения. В чем была проблема? В том, что я сказала. Вот такие прямые переходы возможны только в очень высоком социокультурном обществе. Вот там, возможно, прямую и туда, и обратно. А если не очень, то это все время извращается. Я сейчас ровно в этой точке. Вы видите, уже тьютеры по всей стране просто бегают. Где они все обучились-то, эти тьютеры? И откуда они знают, что они тьютеры? Они ассистенты-учители и не помощники классного руководителя. Понимаете, слово тьютер очень красивое. Ну, в общем, короче, вот это вот. Поэтому это, собственно, гений, но и к себе. Это все. И... А что, фактически я по всем прошлась? Правильно? Все. За всем. Так, если Алексей Борисович позволяет, то мы можем вопросы слушать. Но это все время идет на Ваш... Алексей Борисович, а мы потом... Вот, было бы прекрасно, если бы 10 минут тому назад так сказали. Ну, ладно. Спасибо. Но это тогда договоримся. Приняли Ваше предложение. Алексей Борисович сделает доклад, а потом вопросы обоим докладчикам. Но я уже предвижу, что мы половину второго не закончим, несмотря на то, что на этот обед мы со вчерашнего дня ждем. Поэтому я думаю, что мы все-таки позволим себе, Алексею Борисовичу, дать возможность, независимо от нашего регламента. Пожалуйста. Раз, два, три. То я пройду, наверное, быстрее. Я не случайно попросил вчера еще поставить меня последним. Я вчера был первый, а сегодня я всех выслушал. Но у меня заранее все было сделано. Поэтому изменить уже ничего нельзя. Но чем хорошо, что многие вещи, о которых сегодня говорили, они вошли в эту презентацию. И я добавил только первый слайд, благодаря вопросу по поводу индивидуальных сдвигов. Коль у нас начинается, так называется, конференция. Все остальное с шести утра делалось. Вот в чем институциональные сдвиги? Вот три штуки я выделил с учетом, так сказать, наших разговоров. Первое. Это сдвиг сначала у нас произошел в одну сторону, от унификации к вариативности. А сейчас есть тенденция перейти от вариативности к унификации. Об этом я говорил в докладе. Второе. Институциональные сдвиги. Если мы различим, опять то, что сегодня говорили, образовательные и дидактические системы, с моей точки зрения, это будет институциональный сдвиг. Потому что тогда мы вернемся к другому федеральному перечню учебников. То есть вернемся к тому, что учебно-методическое обеспечение будет не вообще к любой школе, а вот к этим дидактическим системам. И это действительно изменит отношения. И это значит, что если проводится аккредитация школы системы Элькоина Давыдова, то она проводится на соответствие и этой дидактической системы. Коль заявила так школа. Если школа работает в школе Занкова или Монте-Сори, то и смотрим на эту школу, и аккредитация, и аттестация учителей в соответствии с этой штукой. И отсюда тогда образовательная система Российской Федерации, какой сдвиг должен сделать, это многообразие дидактических систем, пока это не осмысленно на уровне государства, и построение управления образовательной системой Российской Федерации как управление вот этими дидактическими системами. А в школе, для справки, может быть, и примером являлась школа Ковалевой в то время, может быть полисистемная школа, когда в одной школе может быть несколько дидактических систем из школы Толстого и школы развивающего обучения. А какая там у вас третья была? Монте-Сори? Три. А, Вальдор, четыре. Вот. То есть это уже как выберет, так сказать, школа. Поэтому сдвиги есть как в одну, так в другую сторону. Теперь то, что было написано с утра. Тезис первый. В связи с провозглашением принципа вариативности образования в 1992 году, мы создали ситуацию возможность существования нескольких параллельных образовательных, в скобках теперь, дидактических систем, которые должны были быть, обеспечены технологией реализации в массовой практике. То есть так должно было быть. Поэтому все-таки мы должны вернуться к тому, что такое вариативность, осмыслить ее, и именно с помощью дидактики в голову управленцев вот это понятие вариативности вести. Поэтому здесь вот мои предложения, а дальше, так сказать, принимаем и не принимаем для дальнейшего. Принцип вариативности образования прежде всего связан с наличием, существованием разных взглядов, подходов к построению и реализации целостных дидактических систем. Замечу, подход не всегда превращается в целостную дидактическую систему. Дидактическая система это определенный подход к построению содержания, способов и форм обучения и учения учащихся со своим учебным методическим обеспечением, системой подготовки, переподготовки и повышения квалификации педагогов. Для меня это принципиально важно. Мы сегодня с утра на зазавтраком тоже с Татьяной Михайловной обсуждали, что вот бакалавр это общий уровень педагогической или психолого-педагогической, так сказать, подготовки. Магистратура это учитель развивающего обучения, учитель Монте-Сори, то есть выбор определенной системы. И если ребенок, студент после бакалавра не идет в магистратуру, то, понятно, он идет в какие-то школы традиционной ориентации без того, чтобы попасть, например, в школу Илькоина-Давыда. Например, если закончат бакалавр здесь вот в Красноярске, то в универс точно не попадет этот учитель, потому что, если в универсе, в начальной школе системы Илькоина-Давыда, то он не готов к этой работе. Поэтому выпускной экзамен и все остальное связано с этой системой. Дидактическая система это один из возможных путей достижения государственных и общественных целей и результатов образования. То есть вот это многообразие, это разные пути, государство ставит цели, эти цели фиксируются в законе об образовании, фиксируются в федеральном государственно-образовательном стандарте, есть цели у общественности. Почему я Геннадию задал вопрос государственной общественности. Например, я как родитель, мне близка вот такие-таки цели, выбираю систему Илькоин-Давыда, хочу, чтобы мой ребенок, извините, был с головой, с мозгами, занимался, так сказать, интеллектуальным развитием, а не плясками, поэтому я туда буду отдавать. Но вот пути достижения должны быть разные. И вот то, что убрали, содержание образования, вот этот фундаментальный минимум из вот этого закона в свое время перевели на 3Т, это была победа вот этой свободной либеральной педагогики в 2007 году. Я аплодировал лично этому изменению, потому что никак не могла, например, моя география, которую я разрабатывал для системы Илькоин-Давыда, пройти никакую экспертизу. Почему? Мне задавали все время вопрос, почему у вас в 7-м классе нет географии материков и океанов. У нас есть в Российской Федерации концепция географического образования. Я говорю, концепция не закон, нигде не написано, почему она должна быть географией материков и океанов. Но при этом, пройдя, например, мой курс, дети в конце 9-го класса сдают также там ЕГЭ, ОГЭ, чего угодно, экзамен в то время. Но путь от 6-го класса к 9-му я выбрал свой, как автор этого курса. И вот когда не стало вот этого минимума, где прописаны материки, океаны, я понял, что теперь мой курс может, так сказать, найти ту школу того учителя, который возьмет и сможет дойти, может быть, кратчайшим путем до конечного результата. А то у нас получается, когда Виктор Иосанович еще был этим самым первым замминистра, он же начинался ЕГЭ, разговаривали о кабинете, он и говорит, слушай, а почему по географии такие низкие результаты? Химия и география до сих пор занимают последние места. Я говорю, какая география, такие результаты. Сейчас, на сегодняшний день, география самый неинтересный предмет в школе. Потому что он так построен. Они в 6-м классе литросферу изучают, они в 7-м классе литросферу изучают, они в 8-м классе литросферу, а в конце концов ничего не знают. За меньшее количество часов можно получить другой результат. Поэтому для меня очень важно было, что дидактическая система задает другой. Возьмем систему Элькоина Давыдова. Что про нас говорили в 1-м, 2-м классе всегда? На площадке живут 2 первоклассника, спрашивают через 4 месяца один первоклассник, ты умеешь считать до 20? Наш первоклассник говорит, не умею. То есть, условно говоря, у нас так построена программа, как у нормальных русских. Мы долго запрягаем. Сначала идет, извините, очень длинный до числовой период, там всякие измерения и так далее, и так далее. И только потом вводится понятие числа, и потом пошел счет. И поэтому поначалу, и если проводить, как начинали проводить срезы знаний в классах, классы развивающего обучения, показывали по навыку худшие результаты. Возник миф к 98-му году по поводу того, что система Элькоина Давыдова не дает к концу начальной школы навык. И пришлось, если кто помнит, может быть участвовал, настоять на том, что в 98-м году мы провели, ну, грубо говоря, всероссийский срез знаний в классах развивающего обучения. И я положил на стол результаты, так сказать, этого в министерство среза и показали, что, извините, к концу третьего класса, но в трехлетней школе была, мы получаем такой же навык. Но в начало мы дольше идем. То есть другой был, так сказать, пыл. Поэтому образовательная организация, родители выбирают образовательную систему подход для образования детей. В одной школе может быть, есть несколько подходов. Это, про это сказал. Дальше. Какие действия надо совершить дальше, чтобы, вот, если мы договоримся, в эту точку двигаться. Первое. Необходимо вернуться к понятию вариативности образования. И здесь вот эта развилка. Вот наша конференция по какой позиции пойдет. Единое образовательное пространство Российской Федерации, чем обеспокоен сейчас президент Российской Федерации, это наличие одной образовательной, в скобках, дидактической системы для всех школ Российской Федерации с общим содержанием образования, способами, формами организации образовательного процесса, системой оценки и тому подобное. Вариативность в таком случае понимается на уровне разных учебников, которые пытаются одно и то же содержание описать по-разному. Разными методами работы учителя по своему усмотрению, разным набором внеурочных форм образования, наличие разного спектра дополнительного образования, во что превратилась примерная программа имени Кондакова. Вот до обеда делайте, как и раньше, как и в 98-м, как и в 2004-м. Вся ваша вариативность после уроков, ну, попрыгайте, больше, чем было раньше. Вот к чему свели вариативность. Учебники сейчас свернуты, поэтому вариативность будет только на доп. образовании и на внеурочных формах. И второй подход. Единое образовательное пространство Российской Федерации это возможность существования нескольких дидактических систем, то есть ее многообразие, направленных на реализацию в гос. общего образования, как систему общих требований. Цели, результаты, условия вот что обеспечивают единство образовательного пространства. Но каждая образовательная или дидактическая система имеет свой особый путь достижения этих целей и использования для этого необходимых условий. Третье действие. Задача для общей дидактики. Вот тут Татьяна Михайловна про большую дидактику, про маленькую я воспользовался как в методике. Общая и частная дидактика. Ну, чтобы как-то вот здесь задача для общей дидактики. Создать шаблон для описания возникающих дидактических систем. Отличие дидактической системы от несистемы. Чтобы были какие-то признаки. Вот, например, Сухомлинского это дидактическая система или это не дидактическая система. Вот система Элькоина Давыдова это дидактическая система или не система. Также провести сравнительный анализ уже существующих дидактических систем. Создание реестра этих дидактических систем, в том числе с накоплением результатов каждой пани. Например, если школа выбирает какую-то для себя дидактическую систему, она обращается к аналитике и смотрит. Вот, пример Например, говорил Борисович про то, что у нас существует два инструмента на сегодняшний день. Один из них Дельта, второй СЭМ. И мы в нескольких регионах проводили результаты. И что получилось? Там у нас три уровня, репродуктивный, рефлексивный и функциональный. И строятся профили ребенка. Вот если взять, например, систему Занкова, УМК Школы России, систему Элькоина Давыдова, неважно какую, на первом уровне репродуктивном у всех будет приблизительно получаться от 70 и выше качества написания заданий. Я теперь директор школы. Что такое система Элькоина Давыдова для меня, как для управленца? Это затратная система. Это надо повышать постоянную квалификацию. Нужно вот это. То есть из меня все время зауч начальной школы выдергивает деньги. Есть у УМК 21 век имени Виноградовой, которой ничего не нужно. Две копейки мел, дай с тряпкой и будет как в 70 году получать тот же самый результат 70%. Какое я принимаю решение? Я принимаю решение, что систему закрыть Элькоина Давыдова, она затратная экономически. Пусть все вот идут по 21 веку, по МАРО, которой я еще учился в 70-х годах. Но как только мы начинаем смотреть на втором и третьем уровне, особенно на функциональном, а особенно если взять там четвертый, пятый, седьмой, вот сейчас мы на Ямале будем в девятом классе смотреть, то есть прирост, то мы видим, что если мы берем традиционные, то там фактически на функциональном уровне приблизительно остается тот же уровень. А на других системах, предположим, растет. Теперь вот директора, которые, так сказать, хотят выбрать, а что же все-таки переориентировать и куда двигаться? Нужны данные, нужны какие-то аналитические результаты, которые покажут, что одна из дидактических систем не лучше. Она дает разные варианты. Вот с точки зрения навыка все одинаковые. Вот с точки зрения там мышления, компетентности, это вот это. А если с точки зрения, то есть вот должны быть эти данных. Данных, к сожалению, нет. Их надо описывать. Мне кажется, это все-таки дидактическая задача. Описание и правильное толкование. Четвертое. Разработка частных дидактик для каждой из заявленных дидактических систем, где описано, а, свое содержание, свои способы и формы организации образовательного процесса, своя система внутреннего оценивания, свое учебно-методическое обеспечение. Отсутствие одного из элементов дидактической системы лишает подход к названию дидактической системы. Это может быть частная методика, это может быть какой-то прием, это какая-то форма организации инновационная, но не дидактическая система. Отдельные инновационные разработки могут усовершенствовать одну из дидактических систем, то есть работать для той или иной дидактической системы. Значит, дальше про Геннадий Николаевич. Вот первая попытка такой типологизации, выделения существующих, пока в кавычках, дидактических систем, он попытался сделать в своем докладе. Теперь типологизация современных профессиональных педагогических движений, как один из способов описания существующих подходов образовательных или дидактических систем. Ну, что меня напрягает термин профессионально-педагогическое движение, это попахивает каким-то политическим движением, значит, куда-то, так сказать, выйти. Вот, ну и связь движений с так называемыми разрывами, про разрывы много говорили, не буду останавливаться, они меня тоже напрягли, вот эти, так сказать, несоответствия там. Поэтому, почему названо профессиональное педагогическое движение и почему движение связано с двумя разрывами? Ну, это я ставил вопрос, сегодня вроде бы на это были ответы. Ремарка. У общества, потому что я понял, что имел в виду Геннадий Николаевич после его выступления, что он все-таки государство, а я думал, там же написано про общество было. У общества, с моей точки зрения, не сложилось, к сожалению, требований ни к системе образования, ни к качеству образования. У государства есть, у общества пока, к сожалению, консенсуса по этому нет. И вообще, возможно ли у всего общества общее представление по этим вопросам? Вот мне казалось, как раз, вот та категория, часть общества, которая за мышление, за свободу, она выбирает одну дидактическую систему. Те, кто за палочную дисциплину, за, так сказать, вот эти, так сказать, вертикаль власти и так далее, это другая дидактическая система. И я вижу это, у меня нет данных, но я вижу по родителям, которые, так сказать, ко мне приходят с 90-х годов. В середине 90-х годов мышление, это была ценность, и на это можно было купить родителей. И сейчас мышление, нет ценности. И уже набрать класс, выступая перед будущими первоклассниками и говоря про свободу, про независимость, про инициативу, про мышление, это заведомо не набрать первый класс. Вот как меняется, так сказать, ситуация в обществе, исходя из политического контекста. Поэтому непонятно, почему для иллюстрации были взяты, но теперь уже понятно, развивающие обучение, системно-мыследиательственная педагогика и КСО. Вот опять, для рода меня это дидактическая система, здесь вот я не везде поправил. КСО это не дидактическая система, в моем понимании, это технология организации образовательного процесса. А СМД-педагогика это становящаяся образовательная или дидактическая система, но пока ей далеко до этого. Потому что есть подходы громык к изменению содержания, но целостно это не сделано. И поэтому это может быть даже хорошо, что попытался это показать и анализ бы, предположим, дидактов. Те, кто заявляет о том, что дидактическая система, показывал, дорогой, все хорошо, но это пока не система. Не хватает для системы вот это, вот это идите, докручивайте. А вот это уже становилось и стало этой системой. Теперь, интересная идея о системе разделения труда, которая принадлежит Пётру Щедровицкому. Правда, Геннадий Николаевич, я ничего не понял в том тексте, который был про то, что там про искусство и так далее. Но мне интересно с первого доклада, который я услышал в Ижевске, когда Щедровицкий делал по этому, я считаю, абсолютно как географ, где очень много мы в географии, именно в моей, занимаем географическому разделению труда и так далее. Поэтому, когда я услышал Щедровицкого, мне это как-то было вот очень... Моя интерпретация, педагог, в скобках учитель, не может быть всеядным, то есть работать в разных дидактических системах. И когда вот в чем проблема с системой Элькоина Давыдова? Почему сократилось, ну там много всяких причин, вот одна из них. Как только он выходит из начальной школы, оставаясь только в дидактической системе Элькоина Давыдова, он теряет сразу часы. Потому что классов-то немного, и поэтому у него пятый А может идти математика по Горбову, а в пятом Б по Петерсону или еще кому-то. Вот присягать двум системам, двум богам, это невозможно. И на разрыв, так сказать, работать. Поэтому вот разделение труда можно понимать в том, что начинается, учитель все-таки специализируется и так далее. Дальше должно, ну вот это я написал, задачи и требования к ним разные, средства и способы работы разные, системы оценки разные. Также мне очень интересна идея, значит, Геннадия Николаевича. Я, правда, добавил слово общая. И поэтому получилось так, у него дидактика, общая дидактика является относительно автономной сферой деятельности. Дальше я пропустил там, цитирую его. Дидактика должна за счет антологии самопредельной выделить в каждое из профессионально-педагогического движения, читая в моем представлении дидактической системы, свой идеальный образ, в скобках там у него учения, и все построения выводить из этого образа. Ну вот, да, если ты принадлежишь к этой системе, то может стать частью описания дидактической системы, это я, так сказать, добавил. Теперь про индивидуализацию. Индивидуализация – это всеобщий принцип или принцип для определенных дидактических систем? Ну, тоже Татьяна Михайловна частично ответила на вопрос. Возможно ли реализация этого принципа в традиционной системе? Ну, с моей точки зрения, индивидуализацию невозможно реализовать в любой дидактической системе. Должен быть запрос на индивидуализацию со стороны дидактической системы, что мы пытаемся сейчас выстраивать, и как две ассоциации, ассоциации развивающего обучения, ассоциации тьютерства, ну и во всех наших отношениях. Действительно, особенно в старшей школе и уже в подростковой школе у нас большой запрос на тьютерство, на индивидуализацию. И силами одной дидактической системы, не привлекая инструмент, средства, способы, кадры, ресурсы, вот того, что делается у Татьяны Михайловны, мы объединяем нашу систему. Мы не достигаем того результата. Мы, конечно, могли бы и, может быть, достигнем результата, но менее эффективно, более затратно. И поэтому, как бы, запросы здесь могут быть какие-то взаимодействия. Поэтому индивидуализация тьютерства не для массовой школы пока, может быть, когда-нибудь это возникнет. Но запрос для семейного образования, самообразования, очнозаводочного обучения, для отдельных дидактических систем, это штука. И поэтому индивидуализация – это не какая-то дидактическая система, это не какой-то, то есть это может быть принципом тогда в общей дидактике, но это и есть какая-то технология, я не знаю, как ее назвать, часть элементом, который модуль, который может стать в каких-то дидактических системах важным элементом для достижения того или другого результата. Про деление, вот эти, то, что Манук Рашотович говорил, это искусственные деления, с моей точки зрения, на разных этапах обучения, учения могут присутствовать, все три способа обучения, тоже про это говорили. Теперь от индивидуального прогресса к прогрессу индивидуальности. Я еще когда в Москве прочитал, вот этот как лозунг, для меня это сильный ход, то есть, ну, мне понравилось очень. Пример уже из созданной технологии измерения прогресса в мышлении и понимании участия, где индивидуальность выступает фактором, позволяющим различать траектории прогресса. Это цитата, надо было выделить, значит, из текста Бориса Леонидовича. Возникает вопрос, опять же, эту технологию измерения в оценочной системе можно использовать в любой дидактической системе? Ну, вот, насколько мне известно, коллеги пытаются это использовать в любой дидактической системе. Но, мне кажется, дидактическая система может подбирать, отбирать, создавать под заказ отдельные элементы, которые улучшают усовершенствовать систему. Вот первый пример это было тьютерство с индивидуализацией. И вот второй пример это то, что делает коллектив Хасана. Опять для системы Ликонина Давыдова это запрос, это необходимый элемент для построения системы оценки, при том, что мы занимаемся специальным мышлением и пониманием, и вдруг у нас, извините, по, так сказать, дельте ничего, так сказать, не получается. Предположим, тогда понятно, какие управленческие действия должны быть. Поэтому возникает вопрос, недавно прогресс может ли стать всеобщим принципом общей дидактики. Вот я лично так хотел. Мы исходим из того, что оцениваем, ну, у нас вот, например, в школе, неважно, как мы называем там, индивидуальный прогресс или другой, но оценка только относительно самого ребенка. Только дельта в широком понимании, а не только в понимании того инструмента, который создается, вот от первого и дальше класса. И поэтому сравнивать никаких, не дай бог какой-то рейтинг, какие рейтинги. Это, когда Борис Иванович говорил, у меня вспомнился мультфильм про козленка, который считал до 10. Вы меня посчитали. Вот действительно, у меня спросили, хочу ли я в вашем рейтинге участвовать. А вот относительно себя, это великая вещь. На этом строится все формирующее оценивание. Но как, я не понимаю, может, мне сегодня расскажут, я хочу пойти на, так сказать, там, секцию круглого стола. А как уживается индивидуальный прогресс имени Хасана, существующий в этих школах, где используется этот инструмент, с пятибалльной шкалой оценивания? Вот как уживается эти два подхода? Вот сразу я задаю вопрос, потому что я приду, хочу получить этот ответ. С моей точки зрения, они не могут уживаться. И вообще это из разных опер. И когда мы начинаем в одной школе, я говорил, использовать систему оценки из разных систем, это может, как негатив, вредно это может быть. А может быть, и я ошибаюсь. Вот я хочу сегодня это посмотреть. Поэтому для определенных... И тогда что такое вот эти проектировщики дидактических систем? Они же не только с нуля создают. А вот действительно, если будет общий дидакт, где будет... Я начинаю смотреть, вот что из существующих, как модули складываю, и поэтому дидактическая система может быть как лего. Достраиваться, и может быть, вот на тот момент, когда начиналась система Элькоин-Давыдова, не было, извините, ни Дельты Хасана, не было ни тютерства, так сказать, Ковалёвы в 90-х годах. А сейчас есть одно и другое, и одно и другое для нас это необходимые элементы. Без этого, так сказать, я понимаю уже, просто система не сможет существовать, как система дидактическая. Теперь по поводу ВГОЗ. Для меня, я уже сегодня сказал, ВГОЗ, это рамка для разного исполнения государственного заказа в образовании. И так мы позиционировали этот стандарт, как рамочный, и для разных систем можно по-разному прочитывать ВГОЗ. Хорошо или плохо? Для стандартизации, почему многие, так сказать, критиковали его, это плохо. Нельзя, если исходить из нормы стандарта, а стандарт, это значит, по логике вещей, каждый ребёнок должен достигнуть этого результата, если это стандарт в понимании нормы стандарта. Но он сделан, как рамочный, как самый, поэтому вот так должно было быть. Но если сейчас закон изменит, мы потеряем тот стандарт и вернёмся, извините, в новой интерпретации к стандарту 2004 года, как нам сказал Павел Аркадьевич. Поэтому ВГОЗ может быть реализовано только через реализацию разных подходов и дидактических систем. В чём сильные и слабые стороны каждой системы для достижения ВГОЗ? Сопоставительный анализ, разные требования. Именно это может стать центральной задачей для ИПК. И хотя нам уважаемый ведущий и сказал, что приезжает из Москвы и указывает, что нужно делать, вот, но и вопрос, а зачем ИПК Красноярский занялся дидактикой в этой ситуации? Вот мне показалось, для того, чтобы школы могли разобраться, а чем использовать, какие УМК, так сказать, где сильные, где старые, в чём плюсы системы Элькоин-Довы, в чём минусы, в чём это самое. Вот с этим разобраться и помочь, так сказать, школам, мне кажется, это очень важная задача. Но про коллективную деятельность мы уже разобрались. И про то, что модель коллективной деятельности для педагогов ИПК может выступить образцом для школьных команд, мы тоже про это сказали. Теперь очень важная штука, про которую говорил Борис Леонидович, по поводу договороспособности. Необходимые условия для понимания о том, что тебя ожидает. Ведь смотрите, на самом деле, если кто внимательно читал стандарт, кто следил за тем, что делал о просвещении, когда возглавлял Кондаков, они провозгласили общественный договор как составная часть федерального государственного общего образования. Но, к сожалению, он не стал важным этапом введения в ГОС. Фактически, общественный договор, я сейчас не слышу про него. А что, почему? Потому что для нас договор между потребителем, в данном случае родителями, и дидактической системой, которую реализуют конкретные школы, это и есть обсуждение, а какая будет шкала оценивания, а в каких форматах будут дети учиться, а будут ли там домашние задания, а почему там, так сказать, счет только в третьем классе будет. То есть человек, идущий в школу, должен понимать, что он может ожидать от этой школы, от этой системы. И если, условно говоря, меня как родители это не устраивает, я его не подписываю, я не иду в эту школу. И в этом есть право выбора, выбора, который, к сожалению, сейчас тоже это самое. То же самое с педагогами. Это дурачок молодой, учитель, который приходит в школу, и думая, что он переговорил с директором, он сказал, ну хорошо, у тебя будет 24 часа нагрузка в неделю. И он дальше пошел топать, работать. Он дурачок не понимал, что кроме 24 часов учебной нагрузки, он еще, он же Гоша, он же Гога, он же Георгий, он же Жора, что ему придется делать вот это, вот это, вот это, но получать он будет за 24 часа учебной, так сказать, нагрузки. И что если он идет работать в школу, где система Элькоина-Давыдова, то ему придется отслеживать содержательные результаты, мерить вот эту, так сказать, дельту, смотреть, куда он двигается и так далее. Они три поставил и отпустил ребенка в сторону. Поэтому договор между педагогом и работодателем, это то же самое, они должны иметь представление, и переходя из школы в школу, попадая в разные системы, договоры разные, разные функциональные, так сказать, обязанности. Все, заканчиваю. Итог. Современная дидактика не может состоять из одной дидактики. Но вроде мы договорились. Общая дидактика, обоснование, описание требований к частной дидактике, сравнительный анализ частной дидактики, их результативность и понятийный аппарат дидактики. Договориться, описать и так далее. Частная дидактика. Есть основа для создания будущей дидактической системы или описания уже существующей дидактической системы. Ключевые разделы частной дидактики. Это частная дидактика основа для построения технологии дидактической системы. И вот самое главное то, что я крупно написал. Технология воплощается в основной образовательной программы. Это не так, как сейчас. Основная образовательная программа это совокупность девяти программ. То есть предметных программ, программ универсальных учебных действий отдельно, программы социализации и воспитания, программы здорового образа жизни, программы коррекционной работы. Вот совокупность этих программ в соответствии пока с пониманием федерального государственного стандарта это и есть ООП. А вот эти товарищи из Рособнадзора, у них же понятно, так сказать, как устроен головной мозг. И поэтому если им не разделить на девять частей, они тебе напишут потом в справке, что у тебя отсутствует программа универсальных учебных действий. Но берем нашу систему. Я не понимаю, как УУД можно выделить из системы Элькоина Давыдова и писать отдельно. Не, можно, конечно, написать все, что угодно. Но учитель, ну не надо как Петерсон поступать. Сделать отдельно математику, там будем заниматься математикой, и отдельно курс мир деятельности. И вот на мир деятельности она занимается метапредметными результатами, а на математике она занимается математикой. Вот так примитивно стандарт понимать не нужно. Пускай, вот теперь мы говорим, давайте разделимся. Вот у нас будет своя свадьба, у Петерсон своя, вот пусть они там делают, что хотят. Но на выходе четвертого класса давайте посмотрим, где реально формируются эти метапредметные результаты, за счет каких средств и так далее. И где как? Поэтому для меня ООП это описание технологии дидактической системы. И поэтому, конечно, примерную программу, основную образовательную программу системы Элькоина Давыдова не учитель должен писать. Это должны написать специалисты вот этой системы. Учитель должен, или группа, школа, которая из этой системы, должна взять ее как основу. И дальше, смотрите, что? Начинается методика. Почему я там сказал, это из другой области. Вот для меня методика, это как техника учителя, есть способ реализации технологии дидактической системы. Поэтому общая дидактика, это для авторов частной дидактики, это теперь то, что говорила Татьяна Михайловна. Частная дидактика для методистов, технологов, управленцев дидактической системы. В данном случае управленцы дидактической системы, это директора и заучи, это нижнего уровня. Технологии дидактической системы для учителя, как основание построения собственной методической системы. Вот на основе основной образовательной программы, примерно, делая свои там программы, фактически учитель описывает свою методическую систему. В зависимости от опыта, в зависимости от гендерного подхода. У меня будет одно, у женщины будет другое, я холерик, у меня будет один подход, у флегматика будет другой. Вот как эта технология будет реализовываться, вот сколько нас здесь сидит в зале, вот каждый будет это делать по-своему. Но в одной технологии, которая приводит к определенному результату. И наличие отдельных приемов технологий, вот типа дельты, типа тютерства и так далее, это и есть поиск для дидактических систем. То есть это создание отдельных модулей, которые не претендуют на целостность, но которые очень важны для укрепления, расширения, так сказать, дидактических систем, которые могут существовать в нашей действительности. Все, я закончил. Так, ну время поздно, но все равно вопросы, пожалуйста, потому что мы договорились. Вопросов нет. Я один маленький момент, потому что... Да, спасибо, очень интересно. И самое главное, что это через презентацию, я думаю, всем доступно будет, да, организаторы, где вот презентация, все могут, да, пользоваться. Ну просто я, мне больно за Петра, поэтому я хочу такую маленькую реплику, да, очень много говорили, Петр, разделение труда, Петр, разделение труда и так далее. Ну, у Петра сильно глубокая идея, и речь идет об разделении организации общественно-исторического труда. И речь идет об основе, которая иницирует цивилизационный переход в одном растяжке. Поэтому не надо так примитивно, что якобы только подняли вопрос о разделении труда и начали ему дать значение. Это для тех, которые вдруг не так поймут. Пожалуйста, вопросы или... Да, да, конечно. Вы понимаете, на разном уровне можно по-разному понимать вот идею разделения труда. Мы вчера это обсуждали тоже, и кулуарные и так далее. На столе вот круглом, который вчера мы по педообразованию вели, в школе не все могут писать программы, не все могут создавать там контрольно-изменительные материалы. Поэтому есть учитель-методист, есть учитель-эксперт там и так далее. То есть, вот, а сейчас учитель и то делает, и то, и то, и то. Более того, есть учителя, которые могут работать с группой детей, то есть с коллективом, с классом. А есть учителя, которым дай класс, и все, можно крест на этом учителе ставить, потому что он не держит класс, у него нет нам. Но если ему дать двух-трех идиотов, он из этих сделает идиотов классно или подготовит к Олимпиаде. И поэтому в его обязанность входит не работа в классе, а проведение индивидуальных групповых занятий, и на этом он специализируется. А другой, извините, не любит уроков, не любит групповых занятий. Он прекрасный организатор внеурочных форм по географии, там, по математике и так далее. И тогда он начинает специализироваться. А сейчас от учителя требуется индивидуальное занятие с отстающими и с Олимпиадниками. Он же ведет уроки, он же идет, проводит внеурочные формы, он же работает с родителями, пишет все, так сказать, диагностические работы, разрабатывает программы и так далее. И тогда вот если мы внутри это разделимся, а в каждой дидактической системе разная позиционность, разные, так сказать, наборы вот этих функций, вот это, про это я говорил. Вот в этом масштабе, Алексей Борисович, в этом масштабе он обращает внимание только на то, что инновация может быть только за счет связи с новым разделением труда. Будь это на уровне учителя, будь это на общественно-историческом уровне. Да, пожалуйста. Орг-управленческий, этот же разговор, где Борис Иосифович был, был у нас год назад в Академии социальных наук, на конференции, где все нападки на Ямбурга, что он сделал профессиональный стандарт, который никогда не будет реализован, то что все говорят, профессиональный стандарт это мечта или это стандарт. Потому что если это стандарт, то должен быть и красивым, и умным, и таким всем. То одно теперь, чем отбивается Ямбург, он говорит, а может быть в современном мире профессиональный стандарт, это не то, что мы от каждого учителя требуем, а это то, что мы требуем от школы, где есть коллектив учителей, где это должно быть. А это то, что это первый ход профессиональной позиции. Да, да, от профессиональной позиции, да, а эта профессиональная позиция может быть в рамках школы, воссоздаваться, и тогда это весь ход Алексея. Все, последнее, вот. У меня вопрос уточнения. Ира, ты будешь говорить? Да. Ну, давай говори. Вот, к вашему посылу о коллективно распределенной деятельности. Я правильно понимаю, что, по сути дела, вот когда Борис Осипович Вел так прекрасно напомнил о понятии коллективно распределенной деятельности в мире детства, а потом Геннадий Николаевич сказал о коллективно распределенной деятельности в мире взрослых, то вы, по сути дела, предложили пользоваться нам двумя понятиями. Ну, как бы за одним термином. Вы сказали о коллективно распределенной деятельности, о которой говорит Институт повышения квалификации. Да он же говорит не о той деятельности, на которую обратил внимание Борис Осипович. Поэтому я не понимаю, с каким понятием мы сейчас работаем, когда говорим коллективно распределенная деятельность. В том полагании, которое сказал Блинув, или в том полагании, о котором сказал Хасан, ссылаясь на Слободчикова. Пусть Институт повышения квалификации выберет себе вариант, в котором он будет работать. У меня маленькая реплика только. Хорошо. Алексей Борисович, у меня реплика только на усиление. Можно даже сейчас не обсуждать. Смотрите, мне кажется, ключевое слово кажется, я сам сомневаюсь, что недостаточно вариативности, где вы задаете право на существование разным дидактическим системам. Главное, чтобы у них была общая направленность, в образовательной системе, на общий результат. А недостаточно только этого пути, что потом будет как? Вскрытие показало? Не получилось. В этом смысле, вот тот ход, который я предлагал, что нужно вводить понятие дидактических констант, ну, это условное название, что-то, которое позволяло бы удерживать процесс существования разных дидактических систем в одной образовательной системе в вашем развитии. Услышали меня, да? Да. Вот это я бы пометил для обдумывания. Да, да, я здесь реплику на реплику скажу. Для меня, вот слово константа, так сказать, мне не очень нравится, я не стал. Вот, я его заменяю принципами, тогда это в общей дидактике. То есть, вот, константа для меня, это и есть. Вот, например, вы сказали, константа кооперации. Я как принцип могу его принять. И в разных дидактических системах кооперация, давайте так сказать, фронтальная беседа на уроке в традиционном школе, тоже кооперация своего рода. Только там своя, а в системе Элькоина будет другая. Хорошо. Да, константа и принципы общие из дидактики, для меня это синонимы. Ну, для меня. Хорошо, значит, поблагодарим доклад.